В столичном суде продолжается главное разбирательство по уголовному делу о гибели Салтанат Нукеновой. На данный момент проходит допрос подсудимого Куандыка Бешимбаева. Его обвиняют по статьям причинения физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и умышленное причинение смерти с особой жестокостью. На прямой связи из суда с нами находится Тамерис Белял. Тамерис, здравствуйте. Какие подробности известны к этому часу? Добрый день, Динара. Верно, мы продолжаем вещать из столичного здания суда. Подробностей очень много. Прямо сейчас в эти минуты допрос проходил подсудимый Куандык Бешимбаев. Он перешел к той стадии, когда он рассказывает о том, что же происходило в ту ночь, в момент гибели Салтанат Нукеновой и как проходили их часы до совершения преступления. Хочу отметить, что по его словам, за несколько часов они были в ЦКЗ Казахстан на выступлении знаменитого российского артиста. После они проследовали в гастроцентре Саранбао. И все это время они ругались. По достижению гастроцентра они перешли в ВИП-кабину, где также проходила ссора. После Салтанат заперлась в уборной одной из ВИП-кабинок. После того, как она открыла дверь, Куандык Бешимбаев подтвердил, что он действительно нанес ей побои. Но, по его словам, это были лишь несколько пощечин. И дальше он ее оттолкнул, и она сама ударилась. Также хочется сказать, буквально пару минут назад объявили перерыв на 10 минут. Но с того момента, как мы слушаем заседание с 10 утра, хочется сказать, что все это проходит в не очень быстром темпе. И очень много подробностей всплывает. Буквально с 10 утра поступили уже два ходатайства. Первое это со стороны представителей подсудимого. Они попросили допросить свидетеля по вопросам уточняющего характера. Но судья, она не удовлетворила это ходатайство. Также поступило ходатайство со стороны подсудимого, со стороны адвокатов подсудимого. Они извели намерение по показу схемы плана по второму этажа вип-кабины и в целом второго этажа ресторана. Но выступила сторона потерпевших. Она сомневается, что данная схема находится в материалах уголовного дела. И она может не соответствовать фактическому расположению комнат заведения. Но хочу отметить, что ходатайство удовлетворили. И Хуандах Бешимбаев все-таки давал показания согласно этой схеме. Также ранее, после показа схемы, судья удовлетворила ходатайство по показу фотографий с места происшествия. При этом родители из Талтанат просили выйти из зала несколько раз. Но все-таки они остались в зале суда. И по версии стороны подсудимого, эти фотографии были сделаны в момент совершения всех событий. Но хочу отметить, что после показа фотографий, вип-кабин, это стороне потерпевших, гособвинителю и коллегии присяжных заседателей, после выступила адвокат стороны потерпевших. И она отметила, что эти фотографии не имеют никакого отношения к моменту происшествия, потому что они датированы совершенно другой датой. 28 марта 2024 года, буквально они были сделаны недели назад. И судья при этом сделала громкое заявление, что суд ввели в заблуждение. И это скажется при вынесении вердикта Куандуха Бишимбаева. Еще раз хочу сказать, что объявили перерыв на 10 минут. Это все подробности, которые у меня есть. Хочу еще раз напомнить, что суд рассматривает по просьбе Куандуха Бишимбаева в открытом режиме. При коллегии присяжных заседателей, а также рассматривает судья Айжан Кульбаева. Спасибо, Томирис. Мы будем ждать от вас подробностей.